Подготовка к новому учебному году в московском районе города началась с первых дней летних каникул. В основном это косметические ремонты. К работе подключились своими силами – общей командой родителей и педагогов. Где-то произошли более глобальные внутренние изменения, где-то был проработан ландшафт. Важно то, что все были заинтересованы в создании благоприятных и безопасных условий пребывания детей и подростков. Завершены все работы по текущему ремонту, капитальному ремонту. И уже мы приступили к непосредственно организации образовательного процесса в учреждениях образования. Утверждаются учебные планы, определяются направления работы, определяются методические разработки, по которым мы будем работать. И в том числе разрабатываются новые методические рекомендации, по которым мы будем работать в этом учебном году. 1 сентября в Московском районе торжественно откроется новое поле для мини-футбола. Оно заработает на базе гимназии номер 4. А в детском саду номер 39 появится интегрированная группа. Для того, чтобы реализовать качественно учебный процесс, большую педагогическую семью пополняют молодые кадры. В этом году нашу педагогическую семью пополнило около 100 молодых специалистов. И мне очень отрадно, что по той заявке, которую мы делали в наши университеты, все молодые специалисты прибыли к нам. Поэтому все они сегодня определены в учреждения. И с 15 августа они все приступили к выполнению своих обязанностей. Ремонтные работы завершены в учреждениях образования Ленинского района города. Здесь ставка была сделана на создание комфортных условий пребывания, добавить зданиям красоты и уюта, а также привести в порядок кабинеты. Задача номер один для руководства учреждения образования, в которое в этом году придет еще больше детей. В этом году мы немножко переросли в учениках. 331 ученик плюс системы образования Ленинского района. В этом году нам удалось сохранить, и очень важно в комплектовании сети системы образования, удалось сохранить китайский язык. Это был один из сложных вопросов подготовки системы образования к началу учебного года. Обучать китайскому языку продолжат в гимназии номер 5, где эта деятельность ведется уже 4 года. Работа в комфортных условиях – неотъемлемая часть качественного учебного процесса. Для этого в учреждениях идет замена парты оборудования, закупка научно-методической литературы, проводится ремонт кабинетов и спортивных залов, чтобы 1 сентября с новыми силами включиться в учебу. Систему образования, мне отрадно сегодня говорить, нашего района пришло 82 молодых специалиста. 82 молодых специалиста, все они закреплены на своих рабочих местах. Нам удалось сохранить и нашу опытную гвардию педагогов, они тоже все остались в системе образования. Так что надеемся на результаты, достижениях наших учеников в этом учебном году. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.